Марина Симкинс в 1992 году встретила в Москве американского парня и полюбила его. Вышла замуж и переехала в США. И в 1998 преподаватель пения и фортепиано открыла в Лос-Анджелесе собственную музыкальную школу. За годы преподавания она разработала свой уникальный метод чтения нот, который ребенок осваивает с первого урока. Кроме того, для Марины всегда было важно заинтересовать своих учеников, поэтому они, как правило, начинают очень быстро демонстрировать успехи. Самое последнее дело – это обесценить человека и сказать ему, указать на его ошибку, и сказать, что, опять же, ты не прав, надо делать лучше. Вот сейчас ты сделал плохо. И это их совершенно не сподвигает делать это лучше, потому что они чувствуют себя недостаточно умными, недостаточно способными. О, мне сказала учительница, что мне медведь на ухо наступил. Это вообще, такого нельзя говорить детям. Нельзя говорить детям, что ты сделал ошибку, и у тебя никогда не получится. Что ты бестолковый такой, я тебе сколько раз сказала. Это все не дает им хорошего отношения к музыке. С эпидемией коронавируса, когда в обязательном порядке закрылись все детские учреждения, она неделю просидела без работы, как и все, переживая, как будет платить арендную плату. В какой-то момент Марина решила обзвонить учеников и спросить, не хотели бы они попробовать брать уроки музыки онлайн. Большинству идея понравилась. Переход на онлайн-обучение оказался не таким простым. Помимо технической части, как расположить камеры, настроить видео и микрофон, ей пришлось придумывать, как через интернет удерживать внимание ребенка. Ага, вот ты где! Познакомься, это Миша. Здравствуй, Миша! Окей, Миша, сыграй мне, пожалуйста, Starlight! Когда они занимаются в моей комнате, у меня здесь есть обстановка, у меня есть портреты композиторов, у меня есть здесь игрушки и всякие вещи, с которыми мы улучшаем знания. А, конечно, это ограничено через экран, и они в своем доме, они видят свое пианино, которое они видят каждый раз, ничего нового. Ну вот появилось лицо на экране, не Мишки там какой-нибудь из мультфильма, а учительницы. Частично ответственность за концентрацию ребенка во время онлайн-урока, говорит Марина, лежит и на родителях. Я стараюсь обеспечить тишину дома во время урока, чтобы моих детей ничего не отвлекало. Находясь в классе, они вынуждены сконцентрироваться. Дома же, если мы ходим вокруг, что-то делаем, им сложно сосредоточиться. Все же современные дети, для которых новые технологии, неотъемлемая часть жизни с раннего возраста, без особых проблем адаптируются к новому способу обучения. Ребенок нового поколения, он уже привыкший, он уже вовлекшийся в интернет-общение с друзьями, с родственниками. Он привык, что он выступает, стихи читает, общение у нас. Все через онлайн в основном. Ну, большую часть, к сожалению, может быть, это тоже. Но он довольно-таки хорошо перешел с живого на онлайн-обучение. После того, как разрешится ситуация с коронавирусом, большинство родителей, чьих детей и учит Марина, планируют часть уроков фортепиано брать через интернет, что, по их словам, сэкономит время. Евгения Дюло, Настоящее время Америка, из Лос-Анджелеса.